Мне потребовалось много времени, чтобы успокоиться, не нервничать и воспринимать людей такими, какими они являются на самом деле. Но люди такие. Далеко не все будут рвать ленточку, как ты. Далеко не все будут с утра до ночи бегать, как ты. Далеко не все будут гореть, как ты. Далеко не все будут иметь такие твердые убеждения и намерения, которые никогда не меняются и люди идут до цели. Далеко, 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 далеко. Не все. Очень много людей совсем другие. И не потому, что они хуже тебя. Ничего подобного. Они просто не такие. Просто в данных обстоятельствах они проявляют себя вон там. А тебе надо преуспеть. А тебе нужно заработать. А ты должен добиться. Потому что у тебя есть, как Библия говорит, сердечные намерения. У тебя такие намерения твердые. Ты настолько твердо уверен в том, что ты наметил в своих целях. Желание изнутри. Такое тебя гонит вперед и распирает изнутри, что ты просто не можешь установиться. Ты должен добиться результата. Вот так со мной было. И значит, какой вывод? Вывод такой. Я хочу. Это первое. Моя цель разбогатеть в этом бизнесе. Это второе. Это первое и второе. Это главное. Я этого хочу. И я принимаю решение, что я это сделаю. Я этого добьюсь. И моя решимость такая, что несмотря ни на что, даже на то, что люди такие, говорят одно, а делают другое. Они говорят, ну все, теперь мы всех порвем. И завтра их нет. Или они говорят, ну все, Олег Григорьевич, теперь у вас новый бриллиант. А послезавтра он мне говорит, да, ты затянул меня сюда и обещал мне денег, а денег здесь нет, не ударив палец опаду. И если раньше, говорю, да как же это? А сейчас я говорю, ну я все понимаю, хорошо, ладно. Вот почему Бог говорит, не судите никого. Потому что люди такие. Зато в других обстоятельствах они, возможно, проявляют себя по-другому совсем. Бесконечно удивляться, глупо, рассчитывать и верить людям на словах, смешно. Он говорит, ну все, я вот начинаю и все. Ну так ты начал, ну сейчас вот тогда. Ну вот у меня там обстоятельства. Ну вот-вот-вот месяц прошел, два, он так не приступает к работе. А ты бы все ждете и рассчитываете, что вот он скоро начнет приносить прибыль вам, потому что начал себе деньги заработать. Да ничего подобного. Наша, ваша, наша с вами работа пахать. Работать, зарабатывать себе деньги. Я вам дам сейчас совет, который вам сильно поможет. Значит, вы должны, вы должны работать на себе. Вы поняли, что я сейчас говорю? Вы должны зарабатывать деньги себе. Самое ценное, что вы можете сделать в этом бизнесе, зарабатывать деньги себе каждый день. Что для этого надо делать? Вам нужно для этого лично подписывать много людей и продавать продукты. Для этого нужно много проводить встреч и рассказывать им о бизнесе. Используя систему, которая у вас есть. Но первоначально, для того, чтобы человека ввести в эту систему и в бизнес, вам нужно разговаривать с ними, проводить переговоры. О которых рассказывать о бизнесе, о продуктах и о том, что нужно сделать, чтобы у них тоже появились деньги. И самое главное, рассказывать свою собственную историю. Что я вот так делаю, вот столько времени здесь, вот столько денег зарабатываю. И вот это ваша работа. Вот это и есть ваша работа. 95% времени вы должны посвящать этому. Если вы хотите преуспеть. Вы должны зарабатывать деньги себе. Самое ценное, самое важное, самое главное, самое основное, что вы должны сделать, вы должны разбогатеть. Вы должны начать зарабатывать деньги себе. Зачем? Почему? Потому что у вас такая цель. Если я правильно понимаю. У вас такое твердое намерение. Вы дали себе такую клятву, установку такую дали. Я здесь поднимусь. Я стану бриллиантом, я стану миллионером, я стану богатым, я стану свободным. Так вот и делай это. Потому что именно эта цель ваша, самая главная. И именно к этой цели вы должны стремиться всем своим существом, всеми своими действиями. Что надо для этого делать? Для этого надо вам лично проводить много встреч. А надо вам разочаровываться из-за того, что некоторые люди, которые даже подпишутся, или те, которые не придут на встречу и никогда не узнают от вас. Вам надо страдать от этого? Нет. Вам надо страдать от того, что человек пришел на встречу и заявил вам какие-то глупости по поводу того, что вы занимаетесь фигней, и его это не интересует. И он, хлопнув дверью, удалился. Вам надо переживать по этому поводу? Нет. Потому что вы намерились разбогатеть. И остановить вас никто не может. Поэтому вы перебираете людей в поисках тех, которые скажут, я готов. И когда вы нашли такого человека, то те, которые готовы, будьте готовы. Потому что часть из этих людей вообще ничего делать не будет. Они подпишутся, а делать ничего не будет. Они подпишутся, а пакет с продуктами покупать не будут. И через неделю, две, три они слиняют. Почему? Это не наше собачье дело, извиняюсь. Это никак не влияет на мой бизнес. Я хочу разбогатеть. Я хочу разбогатеть. Я понял, как работает этот бизнес. И мое понимание включает в себя то, что люди странные существа. Они одни вообще служить не хотят, другие, значит, говорят «да» и ничего не делают. А третьи говорят «да», начинают, а через некоторое время остывают. При всех классных показателях, при повышенной мотивации, при хороших данных, внешних, значит, всяких разных образований, подкованности, интеллекта и так далее, и так далее, почему-то они даже заработали денег, почему-то уходят. Даже все у них прет, они могли бы разбогатеть явно. А они почему-то не работают. Это не наше, повторяю, дело. Не твое дело об этом думать и страдать. Твое дело зарабатывать себе деньги. Самое ценное, что вы можете для себя сделать, это начать себе зарабатывать деньги. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова